Владислав Антонов тоже вернется домой в родной Санкт-Петербург с победой. Он в одиночку пешком обогнул озеро Ильмень. Путь занял 11 дней, а на финише с молодым отчаянным путешественником пообщалась Серафима Корша. Сегодня для многих слова путешествия и каникулы ассоциируются с комфортным отелем, большим шезлонгом и солнечной погодой. Впрочем, у Владислава Антонова из Петербурга этот список гораздо скромнее. Уже целый год молодой человек путешествует в составе одного из походных клубов северной столицы. А это значит, что для того, чтобы исследовать новые места, ему необходим только рюкзак, удобная обувь и хорошее настроение. Свой 23-й день рождения Влад решил встретить на берегу Ильменя. За 11 дней он сумел обогнуть все озеро. Я шел не по трассе, по трассе шел какие-то участки, где нельзя было пройти вообще никак. Так, вот мста, где разливается, уже впадает, шелонки разливаются. Там не пройти, там приходилось обходить. Все остальное я шел по вот таким дорогам. Впрочем, несмотря на бездорожье, перемещаться Владиславу было комфортно. С погодой в этот раз повезло, да и некоторый опыт подобных путешествий помогает. Питался пеший турист в основном крупами и рыбой, которую, как истинный Робинзон, ловил самостоятельно. На провизию не осталось ни места, в рюкзаке ни сил на его перенос. За спиной молодого человека было почти 10 килограммов багажа. Владислав, расскажите, да, что нужно путешественнику, чтобы прожить 11 дней в пешем походе и удачно его завершить? Ну, нужно не так много на самом деле. Ну, я все-таки, все-таки почти, у меня телефон разряжается. Я все-таки немножко по-настоящему лесориентировался по компасу, да. Ну, что, часы, да, прям по компасу. Не скажу, что супер успешно, надо еще тренироваться, делать какие-то дополнительные тренинги. Средства от комаров без него никак на озере. Потом, естественно, нож, зажигалка, разводить костер дополнительно. Ну, и сейчас доберемся до остальных вещей. Кстати, посетить новгородские земли Влад решил вовсе не просто так. Когда-то петербуржец уже был здесь походной группой. Это, по его мнению, именно то место, куда хочется возвращаться снова и снова. В списке его достижений уже есть путешествия по другим областям. Ленинградской, Псковской, был молодой человек и в республике Карелия. По его словам, на пути встречалось немало дружелюбных новгородцев. Подсказывали дорогу, спрашивали, не нужна ли помощь. Было интересно, как жители, скажем так, немножко за мной следили. Вот я пару раз в день выходил на связь. Зашел там, была страничка, Шимский форум. Там идет через нас, хочет обойти озеро. Потом пишут через несколько дней. Мы увидели в Коростине. И получалась очень такая вот интересная картина. В общем-то, возможно, кто-то даже меня узнал. Уже в ближайшее время путешественник распакует чемоданы и подробно расскажет о своих впечатлениях от новгородских каникул. Подсчитает километры и поделится точным маршрутом. Все это можно будет прочитать в его личном блоге. Серафима Корша, Андрей Константинов. Новости Новгородской областной телевидения.